Здравствуйте! Сегодня коротенький обзор по поводу читающих машин, что у нас есть на рынке, что представляет компания «Ликокруп». На сегодняшний день самая популярная модель, продаваемая через нашу компанию, это модель «Сара СЕ». Но, к счастью или к сожалению, она уходит с рынка. Компания «Фридом Сантификс» заканчивает производство этой модели и на ее замену приходят новые две модельки. Точнее, одна моделька уже была на рынке, а вторая моделька будет замещать «Сару». И что остается от нее? Остается не совсем читающая машина, а камера, которая входила в состав читающей машины «Сара СЕ». Это камера «Перл». Это достаточно компактное устройство, которое подключается к компьютеру при установке программного обеспечения «Опенбук» и подключение такой компактной переносимой камеры. Вы превращаете ваш компьютер в ноутбук, в читающую машину. Соответственно, при подключении к компьютеру вы можете полностью использовать функционал программы, это сохранять файлы, распознавать файлы, впоследствии сохранять их в виде звуковых файлов, то есть распознать книжку, почитать ее с синтезированным голосом и сохранить ее уже в виде аудиокниги, с синтезированным, естественно, голосом. Что еще? Что приходит на замену? Если вы помните и знаете, что такое «Сара СЕ», это достаточно громоздкая такая штука, это настольная читающая машина была, а на замену приходит компактная машинка Apple Ace. Выглядит она следующим образом. Поставляется она в двух вариантах. В варианте с монитором, который мы сейчас посмотрим, и абсолютно то же самое, но без монитора. Для тех, кому этот монитор просто не нужен. Соответственно, по цене он будет различаться несколько, потому что стоимость монитора, конечно же, влияет на стоимость устройства. Она у нас немножко заткнула, вот сейчас она проснулась. Собственно, что умеет это читать? Это устройство, да? Понятно, это сканирование и чтение. Собственно, основная функция читающей машины. Также можно сохранить документы, которые вы отсканируете на машинке. Управление документами. Ну, громкость, это несомненный плюс этой машины, она очень громко может работать. Масштаб. Управление документами. Ну, и достаточно просто регулируется эта громкость. Масштаб. Масштаб, ну, это особенности перевода. Масштаб, это увеличилка. Главное меню. Масштаб. Собственно, если выбрать масштаб, мы увидим, что у нас тут лежит книжечка, а тут у нас, собственно, текст. И мы можем регулировать контраст, и можем увеличивать, соответственно, ну, как электронным увеличителем, да, собственно, изображение, которое выводится на экран. Собственно, в данном случае с книжки. Выходим в главное меню. Масштаб, календарик. Ну, для тех, кому это нужно, можно какие-то события запрограммировать в систему, и она будет напоминать. Но только тогда, когда работает машинка. Далее, фотоальбом. Фотоальбом. Ничто иное, как просто библиотека ваших изображений, которые вы можете скормить при помощи кнопочки сканирования. Дальше часы. Ну, часы сейчас модно устраивать везде. Они везде и всюду. В телефонах, на руках, на любой стене, в компьютере. И в том числе в этой читающей машине. Часы настройки. Настройки. Справка. И справка. Добро пожаловать в справку. Это простое использование. Погативное устройство, работающее от аккумулятора, позволит вам... В общем, это голосовая справка по использованию устройства. Календарь ваших проблем сканирования и чтения. Демонстрация. Основной функцией этого устройства это сканирование и чтение. Нажимаем. Собственно, выбираем меню сканирования и чтения. Нажимаем на кнопочку выбора. Чтобы прочитать страницу. Нажмите кнопку сканировать. Машинка все подсказывает. На экране вы видите изображение того, что вы хотите сканировать. Как можно увидеть или нельзя сейчас. Это книжечка формата А4. Нажимаем на кнопочку сканировать. И, собственно, ждем результата. Быстро или медленно решать это вам. Ну, вполне себе приемлемо. Если использовать камеру Perl на очень быстром компьютере, наверное, это будет быстрее. Но это не будет мобильного устройства, которое умеет работать от аккумулятора. Как можно увидеть, это устройство ни к чему не подключено. То есть оно абсолютно автономно. Его можно принести куда угодно, где угодно. И, собственно, отработать. Опять же, оно достаточно удобно лежит в руках. Ручки управления и кнопки выбора. Тоже под рукой, даже если вы работаете на весу. Машинка задумалась. Мы можем увеличивать или уменьшать размер текста отсканированного. Помимо того, что она читает слух. Помимо того, что она читает слух, она отображает то, что она распознала на экране. Также вы можете посмотреть исходный текст через масштаб, через увеличилку. Собственно, это основные функции этой машинки. Теперь перейдем к следующей. Следующее устройство, которое хотелось бы показать, это устройство компании Optelec Leolider Plus. Это high-end на рынке читающих машин. Компактное, аккуратное устройство. Как и предыдущая модель, оно умеет работать автономно. То есть, без подключения к сети. Для того, чтобы начать сканировать, достаточно включить машинку. Откинуть камеру. Которая, в отличие от предыдущей модели, не дает искажения перспективы. Поскольку камера находится по центру листа. Соответственно, вы кладете книгу. Нажимаете клавишу сканировать. И ждем результат. Произошло сканирование. Теперь происходит распознание текста. Нежелание мешать. Ну вот у нее возникло нежелание мешать. Соответственно, результаты сканирования можно посмотреть. Не только послушать, но и посмотреть. Потому что к этому устройству можно подключить монитор. Оно, как вы видели, не имеет устройного монитора. Но зато, взяв стандартный кабель, прежде ямаль. И подключив к соответствующему разъему. Мы можем посмотреть, что эта машинка у нас сделала. Зайдем в меню. Нежелание мешать. Вверх страницы. Уменьшить скорость. Нежелание вверх страницы. Также мы можем включить благотвору. Для прощения перемещения. По меню и по системе. Увеличить скорость. Уменьшить скорость. Я забыл сказать. Для всех машин. Есть настройка увеличения и уменьшения скорости чтения. И изменение тона чтения. Есть возможность менять голоса. Но, как правило, это для английского и каких-то других языков. Потому что для русского языка установлен пока, к сожалению, пока в наших машинах установлен только один голос. Возможно, в перспективе будут добавлены дополнительные голоса. Но сейчас пока есть как есть. Сейчас мы попробуем исправить ошибку сканирования. Потому что в предыдущий раз сканирование произошло неудачно. Отчего это произошло? Потому что страничка лежала некорректно. Если посмотреть на листочек, то он был несколько развернут. То есть, как книжка на развороте. Машинка работает нормально. Когда книжка лежит в плоскости. То есть, нет искажений вертикального. И, соответственно, полностью лист лежит на горизонтальной поверхности и перпендикулярно камере. Попробуем отсканировать. И посмотреть результат на мониторе. И послушать. Опять же, по времени сравниваем с предыдущей моделькой, которую мы тестировали. Быстрее или медленнее. Произведение математических расчетов. Выполнение в последовательности математических риск для пререшения задач. Соответственно, мы видим совсем не результат. Это уже нормальное распознавание. Нормального текста. Собственно, с книжки. Одна и та же книжка. Один и тот же текст. И, фактически, один и тот же результат. Но побыстрее. Что касаемо языков. И та, и другая модель. Ну, и, конечно же, компьютерная модель. Она работает не только с русским, и не только с английским языком. В данной модели, я боюсь ошибаться. И, конечно, лучше посмотреть этот параметр на сайте. Потому что эти характеристики изменяются периодически. Но, насколько я помню, 31 язык. Соответственно, я думаю, что, ну, на все потребности тут можно найти какой-то язык. Австралийский, английский, британский, английский, американский, английский, испанский. И много-много-много всяких других. На этом, собственно, все. Все машинки, которые у нас сегодня представлены, закончились. Я надеюсь, как только появятся новые модели, мы вам с удовольствием об этом расскажем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова